После чемпионата России он уже мысленно настраивался на Сочи 2014. Третье место не давало 20-летнему Артему Бородулину шансов поехать в Ванкувер по спортивному принципу. Но, что называется, не было бы счастья, да помог соперник. Сергей Воронов, безобразно откатавшийся на чемпионате Европы, из состава сборной был исключен. Мы идем вниз, я имею в виду Воронова, понимаете. Мы много раз с ним разговаривали, я в том числе, что результат зависит от работы на тренировках. В тренировках не исполняются сложнейшие элементы, естественно, выходя на старт, в общем-то, стабильности трудно ждать. Поэтому мы приняли решение включить в состав Артема, парень очень перспективный, парень, который заслуживает внимания. Пока делить с Евгением Плющенко это самое внимание, в том числе и со стороны судей, Бородулину будет сложно. Но Артем обещает уже в следующем Олимпийском четырехлетии равноценно заменить известного чемпиона. В общем, действительно, плох тот фигурист, что не мечтает быть лучше Плющенко. Надо там за страну выступать, надо доказывать, что ты не хуже остальных и нужно показывать на полное все, что ты можешь выдаваться там. Потому что этот шанс выпадает раз в жизни, а в некоторых людей вообще не выпадает. На американском континенте снова прозвучит русская калинка. В 69-м на чемпионате мира под нее победили Ирина Роднина и Алексей Уланов. В 2010-м она должна помочь не ударить в лед лицом все тому же Артему Бородулину. А выступать в Ванкувере будет ничуть не легче, чем в Колорадо-Спрингс 40 лет назад. Ажиотаж зрителей настолько, они признают только своих фигуристов. Как бы они ни катались, зал встает, зал давит, в том числе и на судей, а судей тоже, в общем, живые люди. Нашим спортсменам не прощает ничего. Глядят и смотрят там и на платье, и, я не знаю, на эти шпильки, и на прически и так далее. В общем-то, относятся более строго, чем, в общем-то, может быть, к другим спортсменам. Прогнозы на эту Олимпиаду у фигуристов не точны, но существуют. Медаль у мужчины, у танцоров и у пар. Вот только какого достоинства окажутся эти награды, загадывать пока не хотят. Лед слишком скользкий. Марина Губина, Владимир Межинский, Никита Токарев, Infox.